У Путина еще остается один надежный союзник на Кавказе. Это Рамзан Кадыров, его вассал верный. Но и у этого союзника в последнее время дела не очень. Вообще говорили о смерти уже Кадырова, о том, что он в коме, пребывает в московской больнице. Но появляются все новые и новые видео. Сегодня, вчера с Кадыровым, некоторые такие киношно-постановочные. Сегодня появилось видео встречи Кадырова с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, бла-бла-бла, Александром Куренковым. И оба этих персонажа сидят за столом. Но что уже заметили, что голоса наложены сверху во время этой беседы. И Кадыров выглядит плохо и говорит очень-очень мало и скупо. Вот фрагменты я сейчас предлагаю посмотреть в нашем эфире. Тогда продолжим. В МЧС у нас вопросов нет. С которыми ты ваше выполняешь? Везде. Союза может участвовать без кого-то. Везде. Но сомнений нет. На этом видео Кадыров жив. Больше жив, чем мертв. Но на что указывают такие новые видео с Кадыровым, выглядит он не очень здоровым человеком. Війна тревает. И наши воины должны быть обеспечены всем необходимым на фронте. И с начала повномасштабного вторгнения команда территории твоей техники активно помогает ЗСУ. Проте разом мы можем больше. Наразі их мета 50 ударных дронов. Долучиться до сбору очень просто. У роздребных точках и интернет-магазина ТТТЮА можно встретить товары с особой позначкой. С изображением шеврону первой президентской бригады оперативного призначения имени гетьмана Петра Дорошенко гвардии наступу Буревий. 200 гривен из каждой вашей покупки пойдет на закупку ударных дронов. И нехай Буревий перетворит окупантов на гниль. Сбір триватиме весь вересень. Давайте наближати перемогу разом. Коллективных бессознательных желаний. Люди на самом деле хотят, чтобы это с ним случилось. И они бессознательно любую неоднозначную ситуацию, связанную с персонажем, будут интерпретировать таким образом, чтобы поддержать себе надежду. Как говорится, дум спиро спреру. Пока душу надеюсь. Люди надеются. Человеку свойственно надеются. Поэтому Кадырова нет. Вот встречаются, условно говоря, два чеченца и обсуждают. Слушай, а что-то давно его не видно. Что думаешь? Почему? Кстати, а ты обратил внимание, он уже в последнее время очень плохо выглядел. Да, действительно плохо выглядел. Так, может, уже умер? Да, слушай, а может, действительно умер? Чем черт не шутит? Давай пойдем помолимся. Может, действительно умер? Вот. И потом они идут дальше. И уже, получив подкрепление в ходе своего первоначального диалога, что не я один так думаю, а кто-то еще так думает, человек уже начинает выражать эту точку зрения как некую коллективную. Слушай, мы тут с мужиками обсуждали. Значит, нам кажется, что Кадыров-то умер. Заболел, да умер уже. Вот. И дальше пошла писать губернию, что называется. Находятся фантазеры, такие люди всегда есть, которые, знаете, им просто нравится, они очень зависимы от общественного мнения, такие люди, им очень нравится что-то досочинять, слегка, так сказать, добавлять, с тем, чтобы люди, так сказать, открыв рот, их слушали. То есть они оказываются в центре внимания. И поэтому к предположениям, что, может быть, он умер, вот это на каком-то этапе, может быть, выпадает. То есть кто-то для убедительности, для солидности уже раз так, не просто может быть умер, а умер. А кто-то потом добавляет, значит, какие-то нюансы. Слушай, что-то я слышал, что он в Москву улетал. Наверное, в ЦКБ там, наверное, умер. Да, они все время в ЦКБ лечатся, да, точно. И все, а следующий уже говорит, я тут разговаривал с мужиком, у него там брат, значит, в Москве в ЦКБ работает. Говорит, Кадырова там видели, на каталке везли, значит, с закрытыми глазами. Ну вот, а следующий скажет, а уже видел, как Кадырова пастыней накрыли, повезли дальше. Ну, то есть вот люди свои желания конвертируют вот в такие вот, в такой трек, пустопорожный, так сказать. Может быть, никаких оснований считать, что Кадыров умер у них и не было, кроме желания. Вот у них было желание, чтобы это случилось. То есть вот из этого всего вырастают такие слухи. Понятно, что смерть или, скажем так, недееспособность Кадырова, это выключенный вопрос времени, и рано или поздно это случится. Но как вот это вот исчезновение Кадырова вплиннет, повлияет в целом на ситуацию внутри России, и изменится ли что-то в противостоянии элит? Ну, конечно, смерть Кадырова ослабит Путина хотя бы на какое-то время в том смысле, что, ну, Кадыров считается верным, так сказать, союзником. Да, конечно, репутация Кадыровцев, благодаря действиям ВСУ, очень сильно померкла. Они уже не воспринимаются как какие-то, знаете, непобедимые, бессмертные, так сказать. А вот видели уже все их бессилие перед серьезным противником, приходит понимание, что они молодцы только против безоружных гражданских, разобщенных, так сказать. Но, тем не менее, все равно, ну, большое количество вооруженных людей, по крайней мере, может быть, и не супервояк, но, по крайней мере, бесконечно жестоких, для которых человеческая жизнь там копейка, и запытать до смерти там легко. Ну, и поэтому все равно их опасаются, побаиваются, конечно же. И в этом смысле исчезновение Кадырова, смерть Кадырова, конечно же, оставит позиции Путина. То есть все скажут, о, сейчас там неизвестно, что в Чечне, какой там начнется Раскардаш, там, может быть, вообще гражданская война. Но в любом случае, вот, верного союзника Путин лишился. Да, дальше все будет зависеть от того, кто возьмет верх ситуации в Чечне, кто придет на место Кадырова. Будет, условно говоря, там, сходняк, по-другому нельзя сказать, потому что эти ребята живут именно бандитскими категориями. Будет сходняк, значит, лидеров, ну, вот этого, Кадыровских лидеров, правых рук Кадырова, значит, военные правые руки Делимханова, финансовые Байсарова, там, лорд, глава парламента, да, руководители каких-то силовых структур, ну, то есть его вот ближайшие сподвижники-соратники соберутся. Ну, и вот будет у них там, будут терки, значит, и кто главный, кто, кому какой кусок отходит. Если они там передерутся и не сумеют договориться, ну, тогда важную роль в деле, кто возьмет верх в Чечне и кто захватит там власть, сыграет Кремль. Тогда, используя федеральный ресурс, кто-то из них, кто с Кремлем договорится, держит верх над остальными. Если они между собой сами договорятся, так они даже Кремль, в принципе, особо спрашивать не будут, ну, то есть просто перед фактом поставят. Надо понимать, что Кремль очень ослаблен, и влиять на ситуацию, ситуацию консолидированности чеченского эстеблишмента, ну, Кремль не сможет. Ну, вот, вот что нас ждет после смерти Кадырова. Делешь власти, которая может перерасти в открытое противостояние, в конфликт, в том числе и вооруженный. Продолжение следует...